Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии София Драговоз Здравствуйте Команда Севастопольской станции юных техников отправилась в Луганскую Народную Республику Как сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев передвижной комплекс мобильного технопарка Кванториум пробудет в ЛНР до 2 сентября Ежедневно севастопольские специалисты ездят в разные районы и проводят занятия для детей и педагогов В делегацию вошли руководители и педагоги детского технопарка Кванториум Центра цифрового образования IT-куб Гагарин мобильного технопарка Кванториум пилотного проекта детский молодежный технопарк Кванториум Агротех Накануне отъезда команды с ними пообщался Михаил Развожаев Городоначальник отметил, что для ребят из ЛНР знакомство с новым миром технологий станет отправной точкой к получению новых знаний а возможно и выбора будущей профессии Уверен, что все, что мы сегодня собрали все, что мы покажем заинтересует и учителей, и ребята ЛНР Конечно, я очень хочу, чтобы Кванториум заехал в Старобельск в наш особо дружественный Севастополь город ЛНР А мы с Иваном передаем всем ребятам привет всем учителям привет и желаем всем новых успешных проектов естественно, мирного неба над головой которое уже скоро, уверен, наступит Севастопольские компании и индивидуальные предприниматели могут получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при приеме на работу отдельных категорий граждан Соответствующие изменения внесены в постановление правительства России К таким группам относятся молодежь до 30 лет сотрудники, уволенные в текущем году в связи с сокращением штата и получившие статус безработных а также беженцы Субсидия предоставляется из Фонда социального страхования Расширенная программа поддержки работодателя охватывает всю молодежь до 30 лет До этого под ее действия попадали отдельные категории граждан этого возраста например, люди с ограниченными возможностями здоровья Работодателям выплачивается субсидия из расчета за первый, третий и шестой месяц в размере минимального размера оплаты труда увеличенная на отчисление в общеобязательные фонды Для того, чтобы воспользоваться данным мероприятием работодатель подает заявку в центр занятости и ставит признак, что он готов участвовать в этих мероприятиях Наняв нового специалиста, организации нужно направить заявку в Фонд социального страхования для получения субсидий Первый платеж работодателю поступит спустя месяц после трудоустройства человека Следующий через 3 и 6 месяцев На сегодняшний день у нас порядка 95 предприятий и индивидуальных предпринимателей подали заявку на участие в данном мероприятии Но пока были ограничения отдельных категорий граждан возраста до 30 лет Были трудоустроены всего лишь 4 человека по этой программе Поэтому призываю работодателей активно включаться и принимать на работу Сергей Махонин напомнил, что беженцы, вынужденно покинувшие территорию Донецкой и Луганской народных республик а также Украины, могут трудоустроиться без разрешения на работу или получения патента Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин На учет в центре занятости Сталина всего лишь 6 человек граждан из Донецкой и Луганской народных республик Либо с Украины вообще обращаются Постоянно у нас присутствуют специалисты службы занятости в штабе «Мы вместе», где общаются с беженцами Предлагают услуги, выражают заинтересованность, но до центра занятости граждане плохо доходят Ведущие специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета посетили Севастопольский роддом номер 2 В ходе визита гости из Северной столицы поделились опытом в неонатологии Врачи из Севастополя проконсультировали в сложных вопросах хирургии и медицинской помощи роженицам и детям до одного года Врачи Петербургского педиатрического университета ежегодно посещают разные субъекты Российской Федерации чтобы обсудить с работниками перинатальных центров и родильных домов по стране вопросы, которые касаются качества медицинского обслуживания Специалисты из Северной столицы взаимодействуют с коллегами из регионов по двум направлениям Одно из направлений – это целевое направление от главного федерального специалиста по профилю неонатологии ректора педиатрического университета Иванова Дмитрия Олеговича или направление от федерального Минздрава Также мы взаимодействуем со всеми регионами страны посредством телемедицинского консультирования и по запросу от самого региона Специалисты из Северной столицы приезжают в Севастополь не впервые Ведущие сотрудники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели в роддоме номер два обходы во всех отделениях Просмотрели истории болезней и обсудили с коллегами план лечения тяжелых пациентов Конечно, вот такое взаимодействие с федеральным учреждением для нас очень важно Мы обмениваемся опытами с нашими коллегами, которые осуществляют медицинскую помощь на федеральном уровне При необходимости выходим с ними на телемедицинскую связь и осуществляем с ними такое информационное взаимодействие В Севастополе есть, что показать специалистами Санкт-Петербурга Врачи роддома номер два гордятся своими недавно отремонтированными родильными залами и отделением неонатологии Учреждение обеспечено современным высокотехнологичным оборудованием Недавно севастопольские врачи впервые применили аппарат управляемой гипотермией Позволяющий снизить риск развития тяжелых неврологических нарушений и летального исхода у новорожденных Благодаря этой технологии удалось спасти жизнь маленькой девочки Было применено это оборудование, оно подразумевает под собой в течение 72 часов охлаждения до 33,5 градусов После 72 часов идет согревание новорожденного ребенка И таким образом замедляются процессы, усугубляющие дальнейшее развитие нервной системы До ремонта в родильном доме номер два женщин, находящихся в группе высокого риска, переводили в перинатальный центр в Симферополе Сейчас такой необходимости нет Обновленное операционное приемного отделения оснащено реанимационным местом для мамы и ребенка И содержит все необходимое медицинское оборудование В списке наркозно-дыхательная аппаратура, мониторы, на экран которых в непрерывном режиме выводятся данные о состоянии пациента И реанимационная система «Феникс», предназначенная для осуществления ухода за новорожденными На данный момент практически мы не переводим больше беременных женщин с высокой группой риска в Севастополь в перинатальный центр Все беременные женщины остаются в нашем учреждении, потому что у нас есть такие возможности Визит специалистов из Санкт-Петербурга состоялся в рамках программы по улучшению качества медицинской помощи новорожденным Национального исследовательского центра по профилю педиатрия 30 августа в Севастополе прошли Бакунинские встречи В ходе форума лучшим медицинским сестрам вручили медали и знаки отличия за верность профессии Торжество запланировали провести еще в 2020 году, к 120-летию со дня рождения сестры милосердия Екатерины Бакуниной Но из-за коронавирусных ограничений реализовать задумку удалось только сейчас Поздравили медицинских работников представители правительства, законодательного собрания Севастополя и духовенства Конечно, медалями и нагрудными знаками за верность профессии отмечаются самые лучшие медицинские сестры Отличить кого-либо, сказать, что кто-то хороший, кто-то нет, невозможно Поэтому те сестры, которые, допустим, не будут отмечены нагрудным знаком Они будут отмечены благодарностью и грамотами от нашей ассоциации медицинских сестер Почетными грамотами от законодательного собрания Севастополя были награждены 5 медицинских сестер 13 человек получили грамоты от Департамента здравоохранения города Три заслуженных работника награждены медалями Екатерины Бакуниной Также в ходе встречи собравшимся показали документальный фильм о Екатерине Бакуниной Созданный тверскими школьниками в честь героини двух войн 19 века назвали награду, которую вручают медицинским сестрам за их самоотверженный труд и милосердие Среди отмеченных Людмила Марченко Она 22 года проработала в доме ребенка Это очень значимое для меня награждение, так как Екатерина Михайловна неотрывно была связана с нашим Севастополем Во время Крымской войны 1854-1855 года Она здесь была сестрой милосердия И я считаю, что мы все медицинские сестры, мы тоже сестры милосердия И действительно мы помогаем людям, детям, оказываем им помощь, заботимся о них с любовью, с пониманием Осенью правительство Севастополя проведет грантовые конкурсы на поддержку развития туризма и туристической инфраструктуры по трем программам Предприниматели смогут рассчитывать на софинансирование Первая грантовая программа может покрыть половину затрат, остальные треть В конкурсе могут принимать юридические лица, которые зарегистрированы на территории города Севастополя Не могут принимать государственные учреждения за исключение ГУПов и МУПов То есть данная грантовая поддержка рассчитана исключительно на поддержку предпринимательства и именно бизнеса По национальной программе туризм и индустрия туризма можно получить средства на строительство так называемых модульных гостиниц Грант сможет покрыть 50% от стоимости одной конструкции, но составит не более полутора миллионов рублей Обязательное условие в рамках своего проекта нужно построить не менее 10 круглогодичных средств размещения Прием заявок у нас начнется с 1 сентября на площадке grandsevgov.ru Прием заявок у нас будет длиться 10 дней В рамках данной поддержки мы рассчитываем построить более 99 модульных капитальных средств размещения круглогодичного использования На том же интернет-портале с 5 по 14 сентября можно подать заявку на грант на создание новых и развитие действующих пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ и иных водных объектов города Одно из обязательных условий – проект должен быть реализован на земельном участке, который находится в собственности или аренде не менее чем на 3 года Максимальный объем грантовой поддержки – это 10 миллионов Город Севастополь рассчитывает поддержать не менее 8 проектов по данному направлению То есть если у нас будет больше заявок, то конечно же мы будем поддерживать большее количество, но с размером уменьшая размер гранта До 3 миллионов рублей при софинансировании от 30% могут получить местные предприниматели на развитие туристической инфраструктуры Условия тоже – наличие земельного участка в собственности или аренде, но уже минимум на 5 лет Этот конкурс пройдет с 7 по 16 сентября Это будет на покупку различного оборудования туристического, благоустройство новых маршрутов, маркировку новых маршрутов Также каких-то маршрутов для людей с ограниченными возможностями, также для обустройства мест проката И конечно же, как у нас уже идет цифрализация, это создание аудиогидов и электронных путеводителей Все проекты в рамках грантовых конкурсов нужно будет презентовать комиссии и реализовать до конца текущего года Подробнее о правилах оформления заявок, необходимых документах и других аспектах участия расскажут на вебинаре Который пройдет 31 августа в 15.00 на базе центра «Мой бизнес» У нас открытая конкурсная комиссия, которая содержит порядка 20 человек То есть заседание у нас будет очное, и уже конкурсная комиссия будет рассматривать поступившие заявки 21 августа исполнилось 550 лет со дня основания села Орлиное Местные жители отметили юбилей на минувших выходных В праздничную программу вошли выступления местных вокальных и танцевальных коллективов Конкурсы для детей и родителей, мини-экскурсии и награждения почетных граждан села Также были представлены мастер-классы от технопарка Кванториум Деревня Байдары, ныне Орлиное, впервые была упомянута в письменных источниках в 1472 году Когда вместе с другими землями княжества Феодора попало во власть Османской империи Сегодня село отмечает 550-летие Чтобы узнать чуть больше об истории этого места На площади перед Дворцом культуры в день празднования открылись палатки с мини-экскурсиями В одной из них кратко показана история Байдар Оказывается, село посещало много известных личностей Мне очень понравилась история жизни у Елпатевского была дочь Людмила Сергеевна Которая закончила в Санкт-Петербурге географический факультет у Семенова Тиньшанского И вернулась к папе уже в Ялту Она начала заниматься археологией Крыма Познакомилась в Ялте с Кулаковым Пётром Ефьевичем Который здесь жил, в Байдарской долине, в селе Бага Этот удивительный дуэт принес для истории Байдарской долины Очень значительную информацию нам О том, насколько богато село Орлиное на яркие события Нам рассказала одна из местных жительниц Которая любовь к истории своей малой родины передалась от отца И, наверное, эта любовь в 90-е годы и коснулась меня Потому что когда не было света, мы собирались здесь с семьей И он нам рассказывал все, что знал И первое, что меня заинтересовало, это, естественно, Великая Отечественная война Потому что папа обходил все горы Байдарской долины Прекрасно знал, где находились партизанские отряды-стоянки Где упавшие самолеты были, останки Ну, в принципе, этот интерес и коснулся меня в дальнейшем Я начала поисковую работу Во второй палатке каждый желающий мог отыскать информацию о своих предках Или просто узнать о тех, кто раньше жил в Байдарах Для самых маленьких гостей праздника на площади работали аттракционы и мастер-классы Некоторые из них привезли с собой преподаватели технопарка Кванториум Преподаю такую специальность, сити-фермерство Это новая профессия, профессия будущего Она очень актуальна, за рубежом уже много таких специалистов есть И заключается она в том, что эти специалисты организовывают хозяйство на крышах небоскребов И в других местах вот такие вот ростки, это микрозелень Это тоже выращивается сити-фермерами И потом они подрастают еще, сити-фермеры срезают это и сдают в рестораны И получаются красивые бутерброды Также был организован мастер-класс по пчеловодству Ребятам показывали модульные улей, в котором можно наблюдать за жизнью пчел И смотреть, как добывается мед Такой улей можно разместить в квартире, в доме, в школе, в ресторане, в кафе, на улице, в беседке Главное, чтобы на него не попадал солнечный свет Здесь пчелы развиваются и выращивают расплод, выращивают пчел А уже в этот корпус пчелы начинают носить мед Здесь после заполнения этого расплодного корпуса открывается проход И пчелы складывают мед прямо в баночки На торжествах присутствовали не только местные жители, но и гости села Все отзываются о барлином снежности и теплом Очень хорошее село, поселок Вообще здесь здорово, воздух свежий Очень даже приятно Мы сами из города, Севастополя Приехали посмотреть Прекрасное, конечно Раньше такого не было, но очень хорошее Главное, что детворье Здесь очень весело Что? Вы давно живете в Барлином? Ну как, где-то около 40 лет, наверное Может и больше Немножко Как вам нравится? Конечно Раньше, ну природа есть природа Поменьше может было людей Но сейчас благоустраивается все Отличный праздник Организация на высшем уровне И для детей рай и счастье Невозможно увести Родители с удовольствием послушали концерты Духового оркестра Здорово, очень здорово Я желаю всем жителям нашего села Процветания, успехов, счастья, любви И, конечно, мирного неба над головой По последней переписи населения В Орлином живет около трех тысяч человек На праздничном вечере 28 августа Состоялось награждение местных долгожителей А также молодых семей Которые в этом году стали родителями Всего за почти 9 месяцев 2022 Здесь появились на свет 22 малыша Сегодня, конечно же, мы чествуем наше село Чествуем наших жителей И, прежде всего, наших маленьких Уже, так сказать, жителей нашего села Которые сегодня показывали свое выступление Пели песни, стихи о родине О нашем родном крае И, прежде всего, все это мероприятие Проводится, конечно же, для них Чтобы они с малолетства воспитывали И впитывали в себя любовь к родному краю Село Орлиное продолжает развиваться За последнее время здесь проложены Асфальтированные дороги Строятся новые объекты Местные жители ждут появления Единой канализационной системы До некоторых сел Байдарской долины Уже дошла газификация А к 2024 году Голубое топливо должно появиться во всех домах Мария Легина, Юрий Риутин Севенфорумбюро Занятия в рамках спортивно-танцевального проекта Уроки в парках завершились в Севастополе В этом году акция прошла уже в третий раз В июне и августе все желающие могли позаниматься популярными видами танцев и уличного спорта Под руководством профессиональных тренеров Увлекательные тренировки под зажигательную музыку без ограничений по возрасту и уровню подготовки стали уже доброй летней традицией в Парке Победы Спортивная робика, танцевальный спорт, буги-вуги, брейк-данс, эстетическая гимнастика и акробатический рок-н-ролл Широкий выбор направлений дает возможность попробовать все и выбрать занятие по душе В проекте принимают участие, как правило, около 100-120 детей за день А количество онлайн-просмотров, а мы все наши уроки ретранслируем в нашей социальной сети И до 5000 просмотров возникает Поэтому вывод один Севастополю этот проект нравится, ребятам нравится Многие участвуют во всех занятиях Но главная целью видим то, чтобы эти занятия были систематичными Привлечь детей к регулярным занятиям физической культуры в клубах и секциях Одна из целей проекта «Уроки в парках», поддержанного городским управлением по делам молодежи и спорта Некоторые ребята не пропустили ни одной тренировки И теперь могут похвастаться заметными успехами Анатолий все лето занимался брейк-дансом, рок-н-роллом и буги-вуги И увлеченно рассказывает о своих достижениях и планах на будущее Стоять на руках по брейк-дансу, делать кик-степы, хоп-точки Я хочу в сентябре начать заниматься брейк-дансом, рок-н-роллом и буги-вуги В программе показательное выступление юных гимнасток Как мотивация, чему можно научиться в перспективе За внешней легкостью и изяществом спортсменок годы усердных тренировок 11-летняя Вероника уже имеет немалый опыт в эстетической гимнастике Уроки в парках позволили ей не только отточить танцевальные па Но и попробовать себя в роли наставника Мы учим детей и показываем наши разминки на гимнастике Всегда волнительно, но когда уже на сцене ты понимаешь, что все хорошо И ты даешь пример младшему поколению То ты чувствуешь себя такой, ну, уже как тренершей будущей Это достаточно молодой вид спорта, не все о нем знают Достаточно лояльный вид спорта, не такой травмоопасный, как, например, художественная гимнастика И я думаю, что девочкам все-таки здорово заниматься Гимнастика, это грация, осанка, это походка, это красота Занятие продолжает мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу от Николая и Софии Организаторы урока в парках уверены Даже если какой-то элемент получится не сразу Главное не бояться ошибок, а идти навстречу своей мечте И тогда самые сложные упражнения удастся выполнить так же непринужденно, как и профессиональным спортсменам Уроки в парках в Севастополе планируют возобновить следующим летом Полина Галушка, Денис Александрович, Севинформбюро А к этому часу все, за развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31 Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdstv.com Ждите новостей и отличного вам дня!